Главный тренер футбольного клуба «Шинник» Ярослав Юрий Рудунович, пожалуйста, Ваши комментарии по матчу. Ну, если вот так одним словом, то достаточно такая боевая принципиальная игра. Да, много ошибок, конечно, да, но в целом, в целом, так, в общем-то, обе команды, обе команды до последнего надеялись, что выиграют, да. Поэтому к своим, к своим, если брать вот цельность, да, то, наверное, есть вопрос. Если брать все, вот насколько люди отдавались, насколько, в общем-то, они сегодня были зацелены на то, чтобы добиться результата, здесь, в общем-то, команду можно отметить. Так, ну, наверное, выход такой чистый один на один в конце хотелось бы, наверное, реализовать. И был шанс, в общем-то, и три очка получить. Вот так, наверное, наверное, все. И учитывая то, что где мы находимся и где соперник находится, думаю, с должным уважением мы отнеслись. И, в общем, тем не менее, это уважение заключалось в том, что хотели выиграть. Здесь уже для меня Татарстан. С тех лет, пока я здесь столько лет работал, как-то достаточно стал близкий. Я все время говорю второй родиной, а в Нижнекамске у меня также, как и в Челнах, много друзей. Поэтому пожелать хочу команде успеха. Она достаточно успешна сегодня в первой лиге. И, наверное, учитывая, что есть главная команда, флагман, что готовили футболистов туда, чтобы могли гордиться. Ну, а здесь наверняка есть и турнирные задачи. Пожелаю, чтобы решали те турнирные задачи, которые, в общем-то, есть. Инфраструктура хорошая она и была хорошей, сейчас стало лучше. Все есть для того, чтобы и команду хорошую иметь, и развиваться. Чего я вам желаю. Можно один вопрос? Да, пожалуйста. Один вопрос по игре. О решениях. Просто было не узнать в этом рунтайме. Что сказали ребятам про сделанки в перерыве? Потому что игра кардинально поменялась в рунтайме. Ну, вы знаете, во-первых, мы проигрывали, да? Во-вторых, уже я частично ответил на этот вопрос. Нам нечего бояться, да? Потому что если брать турнирные задачи, может быть, нефтехимик и решает, а нам нужно просто играть. И приобрести к себе отношение даже нашего болельщика можно, да? Пройти концовку сезона не спустим рукава играть, а играть в футбол, да, и достойно уйти, если придется уходить вниз. Вот это. Ну, и потом они себя через игры должны уважать. Потому что и они сегодня на рынке. Кто-то захочет остаться в первом дивизионе, если придется туда, то одна из таких команд, в общем-то, сегодняшняя, следующая команда должна быть. Поэтому, конечно, я так пространно не говорил. Я сказал, что нужно поправить и плотнее играть. То есть, именно футбольные какие-то вещи, и немножко их сориентировал на то, о чем я говорю. Поэтому, думаю, что команда была заряжена, и это и по второму тайму еще больше, чем в первом. И в принципе, в общем-то, добилась результата. Хотелось, как мне, тренеру больше. Поэтому еще раз удачи и успехов. Спасибо. 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 Спасибо.